Исламский образовательный портал assunna.ru представляет Имам Фахруддин Ар-Рази приводит историю в своем тавсире про Сухайба-Руми. Когда Сухайба-Руми пожелал сделать хиджру из Мекки в Медину, то группа курайшитов вышла вслед за ним, чтобы вернуть его обратно. И тогда Сухайб спешился со своего верхового животного. Он высыпал свой калачан со стрелами, взял свой лук и сказал им, «Я Машар-Курайш, лакад алимтум анни мин армакум рачулан. О, Курайшит, вы знаете, что я являюсь самым лучшим стрелком. Клянусь Аллахом, вы не сможете подобраться ко мне, пока я полностью не выпущу все свои стрелы. Затем, после этого тоже я буду биться со своим мечом до тех пор, пока он будет оставаться в моих руках. И делайте, что пожелаете». Затем, Курайшит ему сказали, «О, Сухайб, когда ты к нам пришел, ты был бедным, а сейчас у тебя огромное состояние имущества, и мы не хотим тебя отпускать с этим имуществом». И тогда Сухайб сказал им, «Если я вам расскажу, где мое имущество, освободите ли вы мне дорогу?» И тогда они сказали, «Да, о Сухайб». И Сухайб рассказал им, где находится его имущество. После этого он отправился в Медину. Когда он дошел до Медины, Пророк, саллаллаху алейкум, сказал Сухайбу, «Раби халбайу сухайб, раби халбайу сухайб». Какую же успешную торговлю заключил Сухайб? Какую же успешную торговлю заключил Сухайб? И после этого был неспоцан аят, в котором говорится, «Ваминаннасимайяшри нафсаху ибетига амарадатиннах, валлаху рауфум бель аибад». Из числа рабов Аллаха есть такие благочестивые рабы, которые жертвуют собой ради Аллаха, ради его удовольствия, ради того, чтобы получить награду от Аллаха. «Валлаху рауфум бель аибад». И Аллах к таким своим рабам является милостивым. Он им воздает награду вдвойне за их благие деяния и прощает им их проступки. И Аллах не наказывает их за их погрешности, Аллах дает им возможность раскаяться. «Вальхамду лиллаху рауфум бель аамин». 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 «Вальхамду лиллаху рауфум бель аамин».